Ну, это просто прекрасный автомобиль, отличная комплектация, супер цвет, еще и специальное предложение. Ну, классная джета, надо брать! Здарова, народ! Это канал Volkswagen Беларусь, с вами Андрей. Сегодня я задумался о покупке нового автомобиля. Согласитесь, купить авто из салона – это мечта, ну, просто каждого человека. Но порой так происходит, что у нас просто не хватает денег. И тогда на помощь переходит услуга Trade-in. Вы можете сдать свой старый автомобиль в зачет покупки нового. Сегодня в этом видео мы поговорим с экспертами Atlant M, зададим им самые важные вопросы касательно услуги Trade-in. И узнаем о ней поподробнее. И для того, чтобы разобраться в вопросе, мы встречаемся с руководителем отдела привлечения автомобилей Atlant M Андреем. Андрей, здравствуйте! Добрый день! Расскажите, простыми словами, что же это за такая услуга, что это за такая функция Trade-in? Ну, все максимально просто. Это функция, да, или услуга, как вы назвали, когда вы приезжаете в автосалон на своем старом автомобиле, в том, в котором ездите сейчас, и уезжаете отсюда на новом. А что, так можно было, что ли? Звучит очень просто. Все это можно сделать в один день, никаких проблем. То есть, один день, там, несколько часов, да? Да, за несколько часов можно справиться. Даже можно из салона не уезжать. Один раз все-таки уехать придется в ГАИ зарегистрировать сделку, чтобы она была юридически правильной. Ну, хорошо, я знаю, что услуга достаточно популярна, это так, да? А какие плюсы, почему вот она так популярна? Какие вот выгоды для автомобилиста, который используется Trade-in? Это юридически законная сделка, так, которая регистрируется у нас и регистрируется в подразделениях ГАИ. Когда вы отдадите машину человеку с улицы, так, неизвестно, что происходит с ней потом. Возможно, документы будут аннулированы, тогда все происшествия, которые произойдут с автомобилем, будут ваши, как прежний владелец. Плюс, ну, не забывайте о том, что вы тратите свое личное время, которое можете проводить с семьей, там, не знаю, на хобби, когда продаете свой автомобиль. Ну, и, в конце концов, ваше личное время, которое вы, ну, тратите на работу, оно должно тоже как-то оплачиваться, так, ну, а в этой ситуации оно никак не оплатится. Ну, плюсы очевидны. Хорошо, расскажите, какие условия вот этой всей программы Trade-in? То есть, есть ли какие-то требования к автомобилю или другие факторы? Самое главное условие, чтобы вы были владельцем этого автомобиля по техническому паспорту, либо у вас была генеральная доверенность на отчуждение автомобиля. Условия к автомобилю не применяются никаких, это может быть абсолютно, там, исправный автомобиль, это может быть с какими-то проблемами кузовными, там, по подвеске, по двигателю, так, машина может быть не на ходу. Такие автомобили тоже оцениваются, так, и мы готовы их принимать по системе Trade-in. А по году там автомобили, например, есть какие-то ограничения? Вы знаете, по году выпуска ограничений нет. Как-то мы принимали в зачет автомобиль 70, по-моему, девятого года. А что это был за автомобиль? Это был Ишкомби. Хорошо, вот расскажите, есть ли какие-то еще бонусы, плюшки, если я воспользовался услугой Trade-in? Ну, кроме тех преимуществ, о которых я говорил, преимущества можно монетизировать, так. То есть, существует программа лояльности, и когда вы отдаете нам свой автомобиль в Trade-in, вы получаете дополнительную скидку, которая так и называется, скидка за Trade-in. Она разная для каждых марок, для каждой модели, она может меняться по сезонности при выходе нового автомобиля. Так, ну, какую-то дополнительную именно скидку на новую машину вы получите, воспользовавшись услугой. То есть, на следующую покупку какого-то нового автомобиля или на этот? Конкретного этого, то есть, вы отдаете нам, и конкретно этот вам достается с дисконтом. Хорошо, давайте смоделируем ситуацию. Думаю, такое бывало. Вот представим, что автовладелец пришел к вам сдавать автомобиль в Trade-in, и его авто с пробегом дороже, чем новый автомобиль, который он хочет взять. Куда попадают деньги, что вот тут происходит? Такое бывает, это достаточно частая ситуация. Не раз было, когда приходит клиент и желает поменять свой более дорогой автомобиль, там, какого-то производителя, на наш более дешевый автомобиль, допустим, Polo или там Jetta. Так, в этой ситуации, да, мы выплачиваем разницу, он открывает расчетный счет в банке, куда мы переводим, и он на следующий день, как правило, снимает свои деньги. То есть, можно сказать, что по услуге Trade-in даже вы можете заплатить клиенту? Да, работает в одну и во вторую сторону. Мы рассмотрели сейчас ситуацию со стороны, когда клиент приходит и сдает свой автомобиль с пробегом, и берет новый. А что происходит вот с этим автомобилем с пробегом? Что дальше? Куда они идут и что с ними? Ну, дальше все достаточно просто. Автомобиль готовится к продаже, выставляется, выставляется на автоагрегаторы, ну, и находит следующего своего владельца. Итак, сейчас мы стоим возле площадки, где находятся автомобили с пробегом. И рядом со мной специалист по оценке Атлант М, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, сразу же хочется задать вам вопрос, самый простой, самый вот, который первый возникает, когда сдаешь автомобиль в Trade-in. Как происходит оценка? Что вы делаете? Видите, предварительно мы планируем визит клиента, договариваемся о встрече, то есть забегу вперед, оценка проходит в два этапа, да. Предварительно мы смотрим автомобиль, какие-то вводные данные, год выпуска, состояние по кузову, салону и так далее. После чего формируем какое-то предложение ориентировочной стоимости, за что мы сможем выкупить данный автомобиль. Если клиента данная цена устраивает, то есть мы планируем поездку на СТО, поднимаем машину на подъемника и там уже оцениваем ее техническое состояние, то есть состояние подвески, мотора, подключаем компьютер, считываем коды неисправностей. Вот, уже исходя из диагностики, формируем какую-то окончательную цифру, за которую готовы забрать его автомобиль. То есть после второго этапа сумма может измениться, за которую вы готовы выкупить? После первого этапа, когда мы предварительно оцениваем, то есть мы исходим, исходя из внешних факторов, то есть я не могу стоя возле автомобиля оценить его техническое состояние. Если же после диагностики никаких серьезных замечаний нет, цена остается прежней. Хорошо, Вадим, расскажите, как определяется зачетная стоимость автомобиля? Какие критерии используются? На зачетную стоимость автомобиля влияет несколько факторов. Естественно, это состояние автомобиля, состояние его кузова, салона. Немаловажный фактор – это пробег. То есть машины с маленьким пробегом, естественно, стоят намного дороже, чем автомобили, которые прошли 200-300 и так далее тысяч. Один из важных факторов, по которым чаще всего возникают споры с клиентами, так называемая ликвидность автомобиля. Автомобили какой-то низшей категории, так скажем, бюджетные автомобили в народе, они пользуются большим спросом, чем, скажем, какой-то двухдверный автомобиль, автомобили штатов, которые все знают, как правило, приезжают поврежденным. То есть этот фактор мы тоже учитываем, дабы реализовать автомобиль как можно быстрее. Хорошо, Вадим, расскажите, вот такой вопрос меня интересует. Как-то цена, которую вы выставляете после вашей оценки, она как-то связана с рыночной стоимостью, то есть с автомобилями, с ценой, которую можно найти на рынке б.у. автомобилей? Естественно, при оценке автомобиля мы отталкиваемся от предложений в интернете, на каких-то порталах по продаже автомобилей. Мы, естественно, смотрим на рынок, но у Атлант М большой опыт по продаже автомобилей. У нас оборот в месяц, ну, так скажем, происходит сотнями, да, я там не могу сказать какую-то точную цифру. Вот, и исходя из этого опыта, я могу выгрузить какую-то базу и посмотреть наш опыт по продаже автомобилей. То есть объясню для чего. Зачастую то, что стоит, продается в интернете на каких-то порталах, там, так скажем, пожелания клиентов. И торг, как говорится, никто не отменял. Вот, все торгуются, все уступают. А в своей базе мы видим конкретные цифры, за что эти машины и как быстро реально продаются. Вот, зачастую с клиентами возникают какие-то споры по поводу того, что мы даем заниженную стоимость, хотя в интернете они стоят значительно дороже. Но, открыв интернет и посмотрев, там, даже примитивно на фотографии, когда у нас, там, середина зимы, а фотографии висят еще с лета, понятно, что за такую стоимость этот автомобиль не интересен никому. Я понял. То есть после вашей оценки цена, можно сказать, максимально актуальна, максимально реальна? Максимально приближена, ну, к рыночной. Тяжело сказать, что такое рыночная цена, но к цене ее реальной реализации, да. К слову, сейчас на всех площадках по городу Минска находится порядка 250 автомобилей с пробегом. И эта цифра остается неизменной постоянно. Ну, она может возрасти, немного уменьшится, но 250-300 машин постоянно. И это доказывает то, что услуга трейд-ин весьма популярна среди автомобилистов. Итак, мы уже говорили с оценщиком, он производит оценку автомобиля с пробегом. А предоставляется ли покупателю этого автомобиля акт вот этой проверки? Покупателю предоставляется даже два акта. Так, первый это акт визуального осмотра, то есть состояние кузова. Второй акт, который предоставляется покупателю, это диагностика, которую выполняют, ну, перед тем, как принять автомобиль на склад. Это осмотр ходовой части и подвески, и опрос неисправностей двигателя, коробки передач, всех электронных систем двигателя. Это все предоставляется последующему покупателю. Хорошо, то есть можно сказать, что покупая автомобиль с пробегом, у меня есть полное его техническое состояние на бумаге, правильно? Да. А предоставляете ли вы какие-то гарантии покупателю, то есть чтобы потом, ну, что-то там не произошло? Если есть гарантия заводская, то, естественно, она переходит к следующему покупателю. Если гарантии нет, то гарантию можно докупить. Существует программа, по которой докупается гарантия, как каска, аналог каска. Она оплачивается, так, и уже тогда есть гарантия на автомобиль, либо на весь, либо на какие-то выделенные узлы и агрегат. Я понял. Ну, тут я даже больше хотел узнать про гарантию вашего осмотра. То есть или просто, как бы, ну, доверяем дилеру? Вы знаете, да. Мы, ну, во-первых, есть гарантия нашего осмотра, да, все-таки диагностику делает официальный дилер, это первое. А во-вторых, мы не отключаем телефоны, когда продаем автомобиль и никуда не убегаем. Я жду всю неделю новых серий уравнителей какой-то... Но стоило ему только поднять трубку. Джин, как самочувствия. То, что при обмене своего автомобиля на новый нужно и желательно пользоваться услугой трейд-ин, это понятно. А вот почему, то есть очевидные плюсы, почему мне, покупая автомобиль с пробегом, лучше прийти к вам, чем на авторынок или там из рук автомобиля? Плюсов безумное количество. Первое. Вы покупаете 100% юридически чистую машину, не обремененную никакими залоговыми обязательствами, кредитными, еще какими-то обязательствами. Это раз. Второе. Вы покупаете автомобиль уже с диагностикой, проверенный. Так, вы можете провести дополнительную проверку, вас могут провести в цех, поднять при вас на подъемник. Третье. Вы можете использоваться кредитными или лизинговыми программами прямо здесь, в автоцентре, чего не дает авторынок. Ну и, наверное, самое последнее. У нас, в отличие от авторынка, работает закон о защите прав потребителей. Хорошо. А где найти эти объявления, ваши автомобили с пробегом? Нужно прийти в автоцентр и, может, где-то найти? Вы можете непосредственно посетить наш автоцентр, у нас есть выделенные площадки, либо вы можете воспользоваться сайтом Atlant M.Buy. Ну что, это был разговор о программе Trade-in. Друзья, пользуйтесь этой услугой, если вы хотите новый автомобиль, и у вас в гараже завалялся какой-нибудь из комби. Приходите сюда. Спасибо, Андрей. Спасибо. Машинка не бита, не крашена. О чем ты говоришь? Один владелец. Так а что думать? Классная машина, надо брать. По кузову вообще никаких проблем. Ни сколов, ни царапин. Я так постою просто удобно. Да тут пробег всего 2000. Жена только на дачу ездила. Ну торг возможен, только у капота. Ты деньги покажи сначала. Да, я уже месяц продаю этот автомобиль и ни одного нормального клиента. Ну что сказать? Решайте сами, как вы хотите заниматься продажей. Вот таким образом или воспользоваться услугой Trade-in и сохранить свое время, нервы и деньги. А пока будете об этом думать, не забудьте подписаться на канал Volkswagen Belarus. Поставить лайк и написать комментарий, что же вы думаете об услуге Trade-in. С вами был Андрей. Увидимся совсем скоро. Пока.